Куда я еду? Зачем я еду? Очень припомнилась. Должно было быть совершенно другое утро. Ребята, если вы будете смотреть это видео, пожалуйста, простите меня. Их здесь нету. Либо я в Гуанчжоу, я встретила... Мое новое платье и футболка. Это стоит 1 юань? Доброе утро, ребята, я в Гуанчжоу. И, как видите, я опаздую. Должно было быть совершенно другое утро. Но так как мой будильник на айфоне, как обычно, просто не зазвенел или зазвенел, но я его выключила. Я не знаю. Я должна была встать в 7 утра. Сейчас 9.17. Потому что ребята ничего не знают. Они первый раз летят в Китай, и я сказала, что их встречу, и я проспала. Ну вот, сейчас 9.20. И я успела на автобус. Так началось мое утро, и так начался этот плок, который должен был начаться совершенно по-другому. Хотя просто потому, что я должна была рассказать вам, куда я еду, зачем я еду, кого я буду встречать, и так далее. Я не знаю, сейчас рассказывать это или нет, просто я еду в автобусе. Он сильно весь трусится, тут все разговаривают, и я не знаю, насколько хорошо меня слышно. Но скажу в двух словах. Сейчас я буду встречать в аэропорту Гуанчжоу. Своих друзей бы я не сказала, это знакомые. Я бы сказала больше. Потому что мы с ними познакомились в интернете. Я не помню, или в Инстаграме, или ВКонтакте. Пару месяцев назад. Я даже и не помню. И мы все это время переписывались активно. Ребята в работе Китая новички, потому что они никогда не были. И сейчас летят первый раз на два месяца. И все это время мы с ними созванивались, списывались. И я рассказывала, что нужно для Китая, чем могла, чем помогала, чисто советами. Как бы все ребята делали сами. Кромо видео, фотографии и так далее. Я как бы советовала, что подправить, что лучше, что убрать, что подходит, что нет. И сегодня они прилетают. И наша будет первая встреча и знакомство. Я не знаю, чего ожидать, потому что новая встреча, новое знакомство, новые эмоции, впечатления. Я даже немного нервничаю. Надеюсь, все будет хорошо. И я должна сегодня будут встретить, провести на метро, на нужную станцию, где находится их отель. Вот, заселить их, ну, там, помочь в чем-то, если нужно будет. Ну и все, я не знаю. Наверное, сегодня я не буду отдыхать, потому что они устали с дороги. Может быть, попозже, через пару дней мы увидимся и погуляем в Гуанчжоу. Наша встреча вот-вот скоро состоится, если я не опоздаю. И, ребята, если вы будете смотреть это видео, пожалуйста, простите меня, что я опоздаю. Ладно, будем продолжать съемку уже с аэропорта. Ага, конечно, я успела. Да-да-да. 41 минута, чтобы вы понимали. Еще на улице начался дождь. Ну, в общем, все нормально. Я их встречу как положено, поэтому я сейчас их жду. Они со мной уже списались, что забрали чемоданы и вот уже идут на выход. Скоро-скоро я их увижу. Ну, все, эта встреча состоялась. Мы встали, мы еще провожались. Да, мы два дня не спали. Да, буйна, мы не спали двое суток, а тут как душно приходят все в паре. Ну, как бы... Да, очень сильно парит и, может быть, пойти дольше в любой момент, но все равно будет парит. Я не знаю, сколько прошло уже времени, но сейчас, по-моему, уже больше, чем обед, да? Да. Я тоже смотрю такая, 8.37 такая, что ты, может, я не туда смотрю? За это все время, когда мы встретились в аэропорту, мы ехали на метро. Мы искали отель, который забронировали ребята, 7 days, меняли доллары в юане, и мы вышли покушать, немного перекусить. Вам живо, мы добрались. Да, так что, мисс, будем отмечать приезд. Расскажите вообще ваши впечатления. Слушай, ну, пока впечатления такие, что очень жарко, очень душно, очень душно. Мы очень хотим спать, но спать при этом не можем в такую духоту. Ну, кондиционеры есть везде, если вы заметили, во всех магазинах есть кондиционеры, в метро. Ну, куда не зайдешь, есть кондиционер. Допустим, в Украине такого нету, чтобы сошел в магазин, а там кондиционер. Вот тут даже маленький, а тут есть. Ну, это хотя бы спасаем. Ну, что за приезд? Ну, прикольно. Это вкусно, да, с пайсами или нормально? Мы купили в Дьюти Фри вот такую вкусняшку. Кстати, очень недорого там стоится. Около 1000 рублей на русский. Столько? Очень прикольный вкус, да, вообще классно. Потому что я пробовала такую только зеленую. Мы сейчас допьем, и потом можно чистую попить. Она очень вкусная. Да? Да. Знаете, есть такая зеленая бутылка, она зеленая. Это обычная. Это обычная, да? Ну, она на вкус не очень... Это такой приятный вкус, и я такой первый раз пробую. Прямо с кем-то, потому что покупайте. Прикольно. Советую всем, покупайте. Зеленая, а не айс. Баньбэй! Мы сейчас идем в отель. Я оставляю ребят отдыхать, потому что очень все устали. И увидимся завтра. У нас будет продолжение гуляния уже завтра. Активный образ. Я встретила Алино и Катю. Вы представляете? Это девочки, с которыми я работала в парке. Просто совершенно случайно. Девочки сегодня утром мне написали сообщение. Привет, Лоя. Мы будем в Гуанчжоу. Нам нужно попасть в аэропорт. Обесника. Но я сегодня утром никому вообще в печати не отвечала. У меня сегодня было 45 пропущенных сообщений от всех. Я их даже не открывала, не смотрела. Потому что я была сегодня весь день занята с ребятами, с Кириллом и Ксюшей. В шоке с того, что мы оказались в одной точке города, вместе. Именно на этом метро. Именно на этой станции. И просто я спускаюсь вниз в метро. И сзади кричит Алина. Лоя! Вот как ты меня увидела? Стоит какая-то девочка. И волосы такие красивые. Думаю, ну реально китаянки могут вот такие волосы. Похожие на Лояны волосы. А потом такая Лоя оборачивается. И я заметила ее очки. Да, просто по очкам. Я заметила, что Алина кричит. И она заметила Лоя. А я уже такая была уставшая. И мне казалось, что мне кажется. И я такая обворачиваюсь. И там просто они. И мы такие, ааа, давайте все обниматься. Короче, просто. Мы там разокричались. Ужас. И как раз я ехала в аэропорт. Потому что я живу возле аэропорта. И как раз их провела. И все как надо. То есть я им не ответила. Но все равно их встретила. Провела. И все нормально. Пока-пока. 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 Привет, ребята. У нас новый день. И сейчас я еду к Ксюше с Кириллом. Сегодня у нас второй день гуляний. Второй день знакомств. Сегодня мы едем гулять в город. Ну и посмотрим, что там будет дальше. Я доехала до нужного места. Мы договорились встретиться возле этого банка. Их здесь нету. Либо они пошли не на тот выход. Потому что я не сказала, на какой выход идти. Я просто забыла. Либо они еще не приехали. Может быть, они гуляют. И связаться с ними я не могу. Потому что у них нету связи. У них нету карточки. Я не знаю, что делать теперь. Я буду как-то их искать. Я нашла их. И мы не потерялись. И все было вовремя. Все классно. Мы не потерялись. Но они очень долго искали метро. В общем, мы по плану кушать, гулять, шопаться. Кирилл хочет очки. А, эти я уже меряю. Нет, одень вот эти и эти. Угу. Это как бы копилки, что ли. Я не знаю, что это точно. Как мило. Почему-то оно теплое. Очень вкусно, да? Мне нравится вот эти. В общем, мы пришли в кафешку, в которую ходим всегда. С этой идеей я предлагала другие варианты, но ребятам вроде бы понравилось. Будем кушать здесь и дальше гулять. Это мой любимый магазин. Мое новое платье и футболка тоже с этого магазина. А вот ребята говорят, похож магазин на Зару. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Решили немного поиграть, я уже в таком поиграла, у меня дома есть две игрушки. А ты никогда не играла? А ты чего уже стоишь? Нажимай, да. И еще раз нажимай. Пожалуйста! О, мой гад! Есть еще? Да! Там все! Это стоит 1 юань? Да! Еще 2. Давай, давай, да. Желтый кролик. Не всегда. А ты ставь и приемлик, я не знаю. А я не знаю. Я этого не делала. А потому что время. Кирилл! Кирилл! Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Это правильно? Кирилл! Я не знаю. Нет. Я не знаю. Что большое? Что такое? А пока нет, вот Então сoks... Я была в этом магазине полтора месяца назад, и эти очки стоили 80 юаней Я их не купила, поэтому сейчас эти очки стоят 30 На них акция, может еще через месяц будет вообще 10 Вот эти, кстати, тоже очень классные Покупаю себе очки Их очень хотела, очень И круто то, что сейчас они стоят 30 юаней, а стоили 80 Всего лишь нужно было подождать полтора месяца Класс И так очень часто во всех магазинах акции Субтитры делал DimaTorzok Это обычно уличная еда в Китае Мы уже, в общем, на площади, где-то гуляем в городе Если я не ошибаюсь, это Кантон Тауэр Вон, у меня есть даже влог на этой же площади Итак, у нас есть пара Давайте, у нас есть пара Давайте Почему? Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok